Всем привет! Выборы губернатора Красноярского края по плану пройдут 10 сентября в единый день голосования. Кроме в Рио главы Михаила Котюкова, который сейчас с головой в рабочих встречах и поездках, кандидатом на губернаторский пост может стать Денис Терехов, краевой депутат от партии «Новые люди», сейчас живет в Москве. Пересказывать его недавнее ЧП с отравлением грибными бадами не будем, тем более сейчас Денис Эдуардович на полнейшем спорте пьет особые чаи. Вот такой вот цвет невероятный. Между прочим, пробегает по 8 километров за раз и тягает грузы. Мы спросили, может так готовиться к тяжелой губернаторской ноше? Я в августе планирую подняться на берегу. Думаю, что уже в июне промежу, как минимум, полмарафон. Что касается, кстати, губернаторской компании, подобные выходы меня, конечно, посещают, но время для решения еще у меня есть. Это проверить не слабее, чем маракон бегать обычный. Прежде чем идти в губернаторы, надо посовещаться с однопартийцами. Да и на подачу кандидатских документов у нового человека есть 20 дней. В целом, Денис Серехов говорит прямо, готов ставить амбициозные задачи. На вопрос, есть ли вообще смысл состязаться в гонке с Врио Котяковым, отвечает словами своего тренера по боксу. Чтобы попасть кулаком в подбородок, нужно целиться значительно выше. В политических телеграм-каналах ходили слухи, что и экс-депутат Горсовета Сергей Шахматов хочет выдвинуться на губернаторские выборы. Но, похоже, политической решительности у краевых зеленых поубавилось. А вот Александр Глесков, депутат Заксобрания от ЛДПР, еще в марте заявил, будет участвовать в гонке за губернаторский пост. В сети коммуницирует с жителями, создает YouTube-канал и, кажется, хочет заполучить любовь красноярцев еще и через желудок и уши. Делится кулинарными рецептами в запрещенной сети и поддерживает местных артистов. Популярная красноярская группа «Яхон» не приглашена на празднование Дня города. И давайте проведем небольшой флешмоб. Все у нас получится, загорится самая яркая звезда. Правда, два года назад Александр Глесков вдруг снял свою кандидатуру с выборов в Госдуму. Своё решение тогда объяснил тем, что остаться в крае его якобы попросили жители. Ну и партия так решила. Пока кандидаты созревают, партии шевелятся. Как замечено в красноярском телеграм-канале «Манская петля», «Единая Россия» открыла штаб общественной поддержки прямо через дорогу от здания крайкома КПРФ на Ленина-102. На церемонию торжественного открытия приезжал в Рио губернатора председатель Заксобрания Алексей Додатко. Судя по фото, было много улыбок. Но и само здание изнутри выглядит, как после достойного евроремонта новые стенды, светлые стены, как в банке или в частной клинике. Даже детский уголок есть. И почти в то же время на улицах Красноярска начали появляться первые билборды от единороссов. Вот с информацией о предварительном голосовании Андрея Козиков есть форматы и поменьше на входах в детские учреждения. Сама процедура предварительного голосования «Единой России» идет уже вовсю. ЛДПР стараются не отставать, развозят избирателям газеты. Фронтмены грузят каждую стопку своими руками, судя по фотоотчету. Тем временем, краевые коммунисты странно открещиваются от даже не своего депутата Самеда Юсубова, который сейчас в СИЗО пишут в сети. Юсубов справедливо рос, но по данным НГС-24, он якобы собирался баллотироваться от КПРФ. В Крайкоме на всякий случай заявляют, не вели никаких обсуждений с задержанным по поводу его участия в депутатских выборах. Даже рядом не стояли. И напоследок блиц-новости с заседания пятой сессии парламента. Приняты поправки в краевой закон о недрах. Пользователи участков получат право не только добывать что-то из земли, но и использовать выбранную почву или породы для других нужд, например, для отсыпки дорог. А доклад депутата Андрея Мецлера о том, что Нурникель хочет стать налоговым резидентом Мурманска, а не нашего края, и бюджет наш при этом потеряет до 40 миллиардов, каким-то образом спровоцировал претензию от еще одного депутата Алексея Бойкова. Ему не понравились флаги недружественных стран в аэропорту Красноярска, где как раз Мецлер работает гендиром. Выглядит как обидка за обидку, только не в тему. Флаги там и, между прочим, со времен универсиады как раз стран-участниц. Это был Политобзор, Анастасия Цыганова, Степан Майер, Новости Прима.